Владимир, добрый вечер. Рад, что удалось преодолеть технические трудности. Я не знаю, слышал ли ты нашу дискуссию с Дмитрием, пока мы с этими трудностями боролись и пытались тебя подключить, но, собственно, вот главный вопрос такой. Путин сейчас не запоздал ли с этим? Германия говорит, что заполнила уже хранилище нужным числом. И вообще кажется, что как-то вот он слишком долго пугал, что газ отключит, что к тому моменту, когда он действительно все-таки отключился, уже были готовы. Или я ошибаюсь? Привет. Я надеюсь, что меня слышно-видно. Нет, я не слышал вашу дискуссию, потому что я тоже тут участвовал в борьбе с этими проводами, которые не работают. Смотрите, в чем там дело? Все дело в том, что вот этот объем в хранилищах, да, Европа запаслась очень хорошо. Вот на сегодняшний день в Германии 86 почти процентов заполнения, а еще почти два месяца осталось до 1 ноября. Там в целом по ЕС чуть поменьше. Ну, короче, все нормально. Но, здесь есть одно важное но. Что вот эти объемы в хранилищах, они рассчитаны на сглаживание вот пиков зимнего спроса. Они не рассчитаны, конечно, на тотальную войну. Поэтому вот, например, руководитель немецкого агентства, который отвечает за вот регулирование этой всей инфраструктуры, он сказал, что с хранилищами все нормально, но если не будет поставок газа из России, то этого хватит всего до середины января. И вот остается вопрос второй половины зимы. Потому что еще раз повторю, никто не готовился к тому, что крупнейший поставщик газа Россия просто возьмет все и отрубит. Вот в предыдущие несколько десятилетий такой сценарий никогда не рассматривался. Это все приходится сейчас вот на коленке решать. Путин это знает, у него не получилось надавить в плане недозаполненности хранилищ. Тогда он решил включить на полную, типа, а мы вообще вам все отрубим, и что там ваши хранилища, они к середине зимы кончатся, и вы будете лапу там сидеть сосать. Вот такая его игра сегодня. Владимир, а при этом у них же есть какая-то мотивация. Они совсем, я извиняюсь за такое выражение, отъехавшие. Если они понимают, что вот это перекрытие мало к чему приведет, то, что они стреляют сами в себя, зачем тогда это делать? Потому что больше ничего другого не могут или что? Ну, во-первых, они очень верят в то, что европейская публика взбунтуется, и я думаю, их очень сильно будоражит вот эти демонстрации, которые они видят. Действительно, очень большая демонстрация в Чехии против вот этих энергетических цен. Вот мы видели демонстрации в Германии. Они же еще включат всех своих там платных гадов, которые на самом деле сидят во всех партиях. А далеко не только в ультралевых, ультраправых и вот обычных этих маргинальных подозреваемых. И я думаю, что вот то, что им показали сейчас Путину, ну как, ему принесли распечатку из Ютуба с этими демонстрациями. И я думаю, это его сильно воодушевило. Поэтому они перестали уже отрицать, и усатая чучела сегодня признала, что да, это мы, да, это мы специально. Вот я думаю, вот такая вот игра. И когда еще к тому же физический газ в хранилищах начнет кончаться, то вот тогда действительно будет больно. Путин считает, что вот эту игру он в итоге сможет перетерпеть, передавить, пережать. Почему они отключают Северный поток, а не транзит через Украину? Ведь отключив транзит через Украину, они могли бы и Украине сделать при этом больно. Где логика? Ну, во-первых, только там из двух пунктов, только через Суджу продолжается транзит через Украину. И здесь есть очень простой ответ, почему. Потому что этот транзит в основном идет в их горячо обожаемую, любимую Венгрию. И вот в Венгрию, наоборот, они хотят показать, что типа мы всех вас поимеем, но вот в Венгрии будет спешл тритмент, и Витя Орбан даже подписал сейчас с ним контракт на увеличение объемов. Типа, Витя, он хорошо себя ведет, поэтому Витя получит хороший мальчик, бесплатный газ. А вы все плохо себя ведете и получите газ без соли. Вот примерно такая его весточка европейским лидерам. А почему Украина все-таки это тогда не выключит? Вот это я не понимаю. Я не понимаю. Вот меня сегодня весь день там троллят украинцы, ну их бывает, или боты, я не знаю. Вот они меня спрашивают, чей Крым? Крым украинский, это очевидно, это всегда была моя позиция. Но если вот кто-то хочет с ними пополемизировать, вы спрашиваете, а почему вы не отрубаете газовый транзит? И продолжаете, соответственно, упорно все эти шесть с лишним месяцев там плакать, колоться, но поставлять вот этот самый путинский газ в эту самую Европу, откуда идут те самые доллары на войну там и так далее. У меня нет ответа на этот вопрос. И последний, наверное, хочет задать вопрос. Там усатый товарищ пугает, что включит газ обратно только когда отменят санкции. Ваш прогноз, думаете, действительно выполнит это свое обещание или сдастся раньше? Ну, конечно, не он, а те, кто им руководит. Это выполнят. Во-первых, я хочу сказать, что вот по той диспозиции, которая есть сегодня, ну, возобновление, вот, то есть, что они начнут наращивать опять поставки, его просто не будет. Его просто не будет, в том числе по европейской причине. То есть, вот вы обсуждали это с другими там экспертами. Совершенно верный вывод, что европейцы вот сделали для себя окончательное такое заключение, что все, с Газпромом больше работать не надо, потому что сегодня он поставляет, а завтра он встал не с той ноги и может просто все отрубить. Поэтому я думаю, что Путин понимает тоже, что возобновления поставок просто не будет. Поэтому он работает не на то, чтобы добившись выгодных условий включить газ обратно, а он так, мне кажется, ведет игру уже на такое уничтожение. То есть, раз вы так, значит, я прям вот накажу вас, вы будете мерзнуть зимой, у вас будет взрыв общественного недовольства, которого вы никогда не видели. То есть, он прям такую серьезную злость, мне кажется, включил. Ну, коротко, получится у него или нет? Нет, у него не получится, потому что все эти проблемы решаемые. Но вот вы видите, что в сеть последние недели, несколько месяцев, ну, тема будоражит всех. То есть, вот заголовки «Европа замерзнет», вот эти вот демонстрации с там адскими лозунгами против непомерных газовых цен и люди боятся замерзнуть зимой. То есть, напряжение он создал очень сильное, но как бы в долгосрочном плане Европа все эти проблемы решит. Уже блюпринт есть, уже понятно, что делать. Ну, вот мы будем наблюдать вот эту вот драму в ближайший месяц. То есть, драма будет драматична. Германия вчера выкатила пакет мер, собственно, компенсации сглаживания на 65 миллиардов евро, прямые компенсации растущих цен на энергоносители и так далее, компенсации предприятиям. Этого достаточно? И выдержит ли это европейская экономика после многомиллиардных расходов на ковидные компенсации? Не приведет ли это к очередному витку инфляции и, собственно, к тому самому росту общественного недовольства? Или запас в прочности достаточный? Ну, в каком-то смысле приведет. То есть, да, здесь, скорее всего, будет влияние на инфляцию, будет другой набор всяких разных экономических проблем. Они же хотят там вводить, ну, реальный набор нерыночных мер, типа ограничения цен, типа запреты на торговлю деривативами, производными вот этими всеми контрактами фьючерсными и так далее на энергоносители. То есть, это будет очень серьезное вмешательство рынок. На энергетический бизнес это тоже негативно повлияет. Но здесь вопрос не в этом. Вот это все они выдержат. Вопрос в том, насколько западные европейские общества будут готовы сторговать Украину за это все. Вот у меня есть ощущение, что в целом не готовы. Хотя шума будет много. То есть, Украину продолжат поддерживать. Ну, короче, мы будем наблюдать драму такую вот в ближайшие месяцы. И вот это будет все еще катать нам нервы. Но в целом Европа выдержит исправиться. Я вот вижу это так. Я тоже вижу, общаюсь много с европейскими политиками. Мне кажется, что там есть такая мрачная решимость простоять. К тому же все понимают, что, в общем-то, простоять надо одну зиму. Дальше все уже будет гораздо легче. И все решения по замещению российского газа есть. А вот российский газ уже никогда не вернется. И «Газпром» уже никогда не будет большим и значимым игроком. На этом мы должны прерваться. Извини, пожалуйста, что так получилось скомканно из-за технических трудностей. Спасибо большое Владимиру Милову. А мы переходим к следующей теме. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо. 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 Спасибо.